Детское радио представляет Сказки народов мира Тайны старой миноры Еврейские сказки Никто не знает, сколько столетий Простоял старый семисвечник минора В нише занесенного песком древнего храма Но едва люди, нашедшие его, зажгли все семь его свечей Пламя, задрожав, разгорелось И озарило всех вокруг неведомым доселе знанием О жизни, об удивительных приключениях О загадочных странствиях и волшебных превращениях В тот самый день Семисвечник минора и рассказал людям эту историю Алисьем сердце На море не было никого страшнее и опаснее его Чудище морское, гигантский змей Левиафан приводил в ужас и трепет Всех людей и зверей на земле И вот собрал как-то Левиафан подданных и говорит Среди земных существ самая разумная лисица Рыбы, добудьте ее разум А ум у лисы, как известно, сердце Вот и доставьте мне ее Съем ее сердце и стану самым умным Умный в переводе с эврита хохам Хохма означает мудрость Ничего вам это слово не напоминает? Да, совершенно верно От этого слова произошло русское слово хохма То есть шутка В Израиле об умном человеке скажут так Эйн хохам кебаальный сайон Что означает опыт лучше учитель И отправились рыбы за лисьем умом Для владыки Левиафана А лисица как раз по берегу моря прогуливалась Шуба рыжая, нос черный Хвост на кончике белый Как будто в белую краску обмакнули Подплыли рыбы ближе и кричат лисицы Эй, лиса краса, дело есть к тебе От покровителя нашего Левиафана Небось слышала о таком? Слыхала, ответила лиса Так вот слаб он стал, продолжали рыбы Долго не протянет Велел нам тебя к нему привезти Чтобы ты в наследство вступила Тебе все оставляет Навострила уши лисица И откуда мне такая честь, интересно? Вроде ни жена ему, ни дочь, ни сестра Что ж тут непонятного, говорят рыбы льстива О красоте твоей и об уме твоем Не только на земле знают, но и под водой наслышаны Тебе стало быть и царствовать? От таких слов ответила лисица смущенно Ну, спасибо, коли не шутите Спасибо Одно из самых главных слов, которые следует знать на любом языке Спасибо на иврите То да Это универсальное выражение благодарности Если вы хотите сказать большое спасибо Это будет звучать так То да, ба-ба А рыбы продолжают Собирайся, рыжая, в дорогу Пора плыть за наследство Забралась лисица на спины рыб И отправились они далеко в море Час плывут, другой Земля давно из виду скрылась Волны стали выше Почуяла лисица недобрая Рыбы, а рыбы Может, все-таки расскажете, куда вы меня везете и зачем? Переглянулись рыбы И решили лисице правду рассказать Все равно ей никуда не деться теперь Несколько секунд лиса молчала А потом вдруг Как закинет голову Да как даст себе лапой полбу О, горе мне, горе! Ой-вы-овой, о, горе мне! Одно из самых распространенных выражений у евреев Можно сказать короче Ой-вей Это восклицание выражает досаду Раздражение, недовольство Перевести его можно так Ох, беда-беда! Как же так? Ой-вы-вой! Да что же вы мне сразу все по-честному не рассказали? Я ж сердце с собой не взяла! Как же я без сердца предстану перед владыкой Левиафаном? А вас, безмозглых, он и вовсе сошлет в мертвое море! Постой, лиса, отвечали рыбы А где ж ты свое сердце прячешь? Где-где? В слободе! В ней дерево высокое, в дереве дупло, в дупле и прячу Ну не с собой же такую драгоценность носи Давайте-ка, поворачивайте обратно, я сбегаю за сердцем и поплывем к Левиафану Ступив на берег, лисица стала от радости кувыркаться на песке Эй, поторопись, высохнешь по дороге, крикнули ей рыбы По какой еще дороге, хладнокровные? Ну если бы не было у меня с собой ни ума, ни сердца Привезли бы вы меня обратно? Как думаете, рыбы? Повторяем, запоминаем Сегодня мы выучили одно из главных слов Спасибо, то да Умный, хахам Выразить досаду, озабоченность, недовольство на еврите Можно просто сказав Ой, Вавой, о горе мне Сказки народов мира Тайны старой миноры Еврейские сказки